Девушки отдыхают Высоко чтут идеалы средневекового рыцарства Самураев, как их здесь называли Здравствуйте, я в Японии Далекое прошлое этой страны туманно Ученые до сих пор никак не придут к единому мнению о том Откуда, собственно, взялись японцы И к какой семье народов их следует отнести Если же оставить в стороне этот академический спор То даже шапочного знакомства с этой страной достаточно Чтобы понять, никакой Японцы ни на кого не похожи Они были, есть и, наверное, долго еще будут Сами по себе Известно, что основы своей культуры Религию, воинские искусства, чайную церемонию Иероглифы и многое другое Они заимствовали у Китая Но заимствовали так, что копия Получилась зачастую лучше оригинала 300 лет до конца 19 века Японцам под страхом смерти запрещалось путешествовать за границу И вступать в какие-либо отношения с иностранцами Когда же этот железный занавес рухнул Они быстро наверстали упущенное Их железные дороги, машины, роботы и компьютеры Сегодня лучшие в мире Принято считать, что для европейца Все жители Азии одинаковые Все на одно лицо В каком-то смысле, так оно и есть Во всяком случае, японцы Вся страна, как один Себе на уме Сегодня Я встану на путь Гусидо Путь самурая Какая погода сегодня хорошая, не правда ли? Научусь делать то, на чем сидит, лежит и даже ест Вся Япония Вот чем отличается Япония от всего остального мира? Они из марихуаны делают татами И, наконец, сыграю в смертельно опасную японскую рулетку Когда же начнется опасность? Все, все эти мудренности, все опасные Прошло уже более ста лет С тех пор, как в Японии упразднили сословия самураев Им запретили носить холодное оружие И брить головы так, как это было положено Но человечество до сих пор волнует легенда о самураях Потому что, по всей вероятности, это была самая успешная попытка Создать совершенного мужчину за всю историю земной цивилизации Сегодня в городе Киото построена кинематографическая деревня Здесь японцы снимают все свои сериалы и фильмы о самураях И где у каждого есть возможность стать самураем Хотя бы ненадолго Пусть даже только внешне Самураи Воинское сословие в Японии Почитавшие выше других добродетелей Храбрость, честь и готовность отдать жизнь за хозяина Прежде чем стать самураем Нужно выбрать, каким именно самураем вы хотите стать Ну это какой-то самурай без штанов Не очень красивый Мне не нравится Даже не знаю Ну давайте такого, например Да Уж если есть выбор Так кто же откажется побыть в шкуре верховного военного правителя Японии Окей Сколько самураев вы сделали за свою жизнь? Ну это вот, наверное Я их не считала А вам доводилось в молодости знать людей, которые считали себя самураями? В моей жизни встречались 2-3 человека, они старше меня по возрасту, но они не считали себя самураями В самом деле, даже после того, как сословие самураев упразднили В Японии оставались люди, которые продолжали жить по кодексу самурайской чести Бусидо Пути воина Возможно Последний из них был писатель Миссима, который покончил жизнь самоубийством Сделал себе харакири публично Протестуя против того, что Япония теряет свою душу Слишком попадает под влияние Запада И более не следует ценностям японского рыцарства Бусидо Путь воина Означает смерть Когда для выбора имеются два пути Выбирай тот, который ведет к смерти Хагакуры Кодекс самурая Европейцев Гайдзинов, как называют нас японцы Чужаки, люди из других стран Конечно, привлекает больше внешняя атрибутика того времени Сущность же Бусидо Нам едва ли суждено до конца постичь Между тем Внутреннее совершенство И такие высокие понятия, как верность, преданность Честность Означили для самураев Ничуть не меньше Чем умение И в совершенстве владеть Ничем Копьем или луком Но у них, однако, были странные представления О мужской красоте А что с глазами будем делать? У меня глаза не японские Ну, вылеты, японец Меня предупредили Грим нельзя снимать две недели Настолько прочный японский клей Так что домой Так и поеду С самураем Думаю, что до первого же милиционера Шутка Не знаю, у меня какие-то странные ощущения Чувствую себя не сколько японцем Сколько человекообразной обезьяной Ну, работа очень профессиональная Штаны мне, видимо, не полагаются Я как-то себя неловко чувствую без штанов Вот они, штаны-то С тех пор, как я обрел некоторую самостоятельность Мне еще никто не надевал штаны Я обычно это делал сам Такие дырочки должны быть Как странно Хорошо проветриваемые штаны А это вот так должно быть Вот такие дырочки здесь Да, вот такой дизайн Дизайн Слава Зайцев отдыхает С другой стороны Он скрывает несовершенство моей фигуры Прощай Алексей Лебедев Оператор программы В поисках приключений Какие интересные сандалики мои Наверное, которые побольше Все мне нравится в истории с самураями Кроме вашей обуви Обувь, по-моему, никуда не годится Ну, ладно Хорошо И идешь вот так вот Здравствуйте, товарищи японцы Не бойтесь, не бойтесь Не бойтесь Я добрый сёгун Я вас не обижу Быстрый, как ветер Спокойный, как лес Агрессивный, как огонь Неподвижный, как гора Девиз воителя Такеда Сингена Самурай Должен говорить правду Сохранять невозмутимость В любой ситуации И главное Должен быть готовым Отдать жизнь За своего хозяина До сих пор здесь Почитают Историю О 47 самураях Которые Совершив Обряд кровной мести За то, что был Оскорбленных хозяев Совершили массовый Акт самоубийства Харакири 47 человек После того, как Главное дело их жизни Месть Была Совершена Когда выбираешь Есть или голодать Лучше не есть Когда выбираешь Жить или умереть Лучше умереть Хагакура Кодекс самурая Но, Харакири Вы от меня Не дождетесь Интересно А можно было В то время Знакомиться На улицах Девушка Решите с вами познакомиться Какая погода сегодня Хорошая Не правда ли Не возражаете Если я Провожу вас Немножко Буду защищать вас И оберегать От всевозможных Разбойников Не волнуйтесь Все будет хорошо Под моей охраной Вы можете чувствовать себя В полной безопасности В действительности Все было, конечно Не так И тогда И сейчас Подходите Вот так Заговаривать С незнакомой Женщиной Конечно В Японии Считается Неприличным Может быть Вы спешите И мое Общество Неприятно вам Только одно Движение глаз И я Исчезну Из вашей жизни Удачи вам Любви И счастья До свидания Как-то странно Ведут себя Рядом со мной Японские женщины Как будто боятся Чего-то Надо быть Надо быть Скромнее Во всяком случае Я читал о японских Женщинах Именно это Они должны Глаз не поднимать На мужчину И навык Нему обращаться Ай-сан Михаил-сан Ай-сан Очень приятно Это видно Кузнец Как из известного фильма Пойдем погуляем Но я с кузнецом Какой же ты самурай Если ты толком Не умеешь владеть Самурайским мечом Этим мы сейчас И займемся С мужиками Сёгун Сёгун Вы можете потерять жизнь Но честь Никогда Будь против вас Хоть тысячи решительно Бросайтесь вперед И вы достигнете того К чему стремились Хагакуры Кодекс самурая Парадные мечи Сдаем Биться будем другими Меч до сих пор Остается Священным предметом Для японцев До сих пор Здесь работают Мастера Которые делают мечи По всем правилам Этого искусства Хороший меч Приличный меч Стоит около Тысячи долларов Ну а меч Настоящий Примерно Тысяч 6-7 Иногда больше Ну что Давайте учите меня Ребята Учите Кудасай Я хороший А он плохой Он негодяй Сначала Лицом друг к другу Мы стоим Он сначала Наискосок ударяет И еще раз Вот так вот Два раза ударяет наискосок А я как раз Убегаю От удара Потом два раза Они скрещают мечи Я потом его меч Отбиваю Совсем И вот он как раз Открыл мне свой живот Я когда он бросается На меня с мечом Я раз Ему Разрезаю живот Хорошо Ну что-нибудь забуду Наверное Но попробуем А надо так кричать Да так Даже если Тебя отрубят голову Ты должен Сделать еще Один шаг И атаковать Врага Хагакуры Кодекс Самурая Сделать еще Умри негодяй Вставай Вставай мой японский брат Вставай Аплодисменты Я понял Главное надо Сделать страшное лицо И угрожающе кричать Ну вот собственно И вся история Про самураев Хорошая история Если разобраться Почему бы Не взять эту идею На вооружение Нашим киностудиям Ведь всем интересно С одной стороны Посмотреть Как делается кино А с другой Ну кто же откажется За вполне Достойную плату Побыть в костюме Эпохи Стеньки Разина Или Ильи Муромца Ну а я Пойду читать Самурайские книжки Пойду Самосовершенствоваться По пути воина Бусидо Бусидо Очень легко узнать О чем мечтает Каждый японец Он мечтает О своем доме Но пространство Своей жизни До сих пор Меряет не квадратными метрами А татами Ну например Маленькая комнатка С которой начинает Жить Выпускник университета Составляет Шесть Шесть с половиной татами Ну а уважаемый Господин Может рассчитывать На большой дом Площадь которого Измеряется Десятками Татами Янай-сан Делает эти татами Вручную Это последний Мастер В Токио Который умеет Делать руками То Что уже давно Во всей остальной Японии Делает компьютер Татами Подстилка Из рисовой соломы С помощью которой Японец Измеряет Жизненное пространство А какая площадь Татами Сантиметров Семьдесят пять Ну а тут Наверное Метр Метр Семьдесят А сколько лет Служит Татами Вот такая Татами Которая здесь Изготавливается Сто лет Может прожить Но это имеется Ну конечно За ней надо ухаживать Так Следующую берем Ага Янай-сан А это солома Где растет? Это Там где рисовые поля Это значит Солома риса Солома риса Да Да Это рис Янай-сан А татами Ну например В доме императора И татами В доме крестьянина Одинаковые? А сам татами Такой же точный Вы попробуете Вот по плотности Вот посмотрите И сравните Рецепты Это более плотное Из канабиса Деланное Из канапли Вот чем отличается Япония От всего остального мира Они из марихуаны Делают татами А можно А можно прошить Я могу попробовать Я не могу попробовать Я не могу попробовать Мне нужно попробовать На В общем, производство этого устройства – дело муторное. Хорошо бы увидеть, как же оно используется в обычной жизни обычного японца. Японец без татами бывает. В последнее время как раз в квартирах больше деревянные полы делают, и нет татами. Но есть даже люди, которые не могут жить вот с этими деревянными полами, и поверх деревянных полов они стелят татами. У вас дома есть татами? Конечно, конечно. А я слышал, что японцы иногда приглашают в гости чаем угощать. Я буду счастлив. Дом, в котором живут японцы. А японцы пользуются подушкой? Хорошо. Очень красивый шкаф. Это Будсудан, как раз буддийское святилище. Это дедушка с бабушкой? Да, дедушка с бабушкой. А что здесь написано? Это буддийское высказывание. Если ты будешь стараться изо всех сил в своей жизни, то получишь драгоценности, потому что это в том или ином виде. Это правильно. Это Фудзияма, без которой японец просто жить не может. Даже если у него из окна не видна Фудзияма, он кладет ее изображение на стол, чтобы любоваться ей каждую минуту своего существования. Ты поднимался на Фудзияму? Да. Что ты там почувствовал? Когда поднимаешься, сначала все в тумане, вообще непонятно, где идешь. А потом, когда ты там макарь, и смотришь внизу, как на море облако. Настолько просто чудесная картина, в другом месте не увидишь. Хорошо. А вот это знаменитое, как называется это? Это Сёджи. Сёджи. Такие вот перегородочки, раздвигающиеся. Даже если есть окно, его надо закрыть в Сёджи, для того, чтобы остаться в эпохе Токугава. Или в какой-нибудь другой эпохе, которая тебе больше всего нравится. А как правильно? Я же не умею сыпеть, как правильно. Сёджи. 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 Да. Хорошо. зеленый такой нет раньше была частью советского союза грузия у них есть очень вкусно Конечно, есть. И, может быть, самое главное, общее, это то, что японцы, как и русские, в общем, лирики. Вот умные книжки говорят, что Япония – это вообще страна лириков. Здесь есть такое трёхстише – хайку. Ежегодно десятки тысяч японцев принимают участие в императорских состязаниях по хайку. Стихи складываются, как звук тихого восторга при виде самых простых вещей. Например, сушёной хурмы. Вот вам одно из них. Вместе с хозяином дома слушаю молча вечерний звон. Падают листья ивы. Вот я езжу по всему миру. И людям, которые руками что-то делают, один и тот же вопрос задаю. Что самое главное в жизни? Семья и работа? Если бы что-нибудь из этих компонентов пропало, например, нет семьи, то у меня нет желания работать. А если нет работы, то, соответственно, не могу содержать семьи. Наверное, я бы так же ответил. Спасибо. У японцев есть одна пламенная страсть. Она называется рыба фугу. Каждый год в Японии, отведав её, погибают десятки людей. Японцы продолжают её есть. Вот сейчас Айдзава-сан научит меня правильно её готовить. Блюдо – рыба фугу. Перед употреблением рекомендуется составить завещание и попрощаться с родными и близкими. Айдзава-сан, а что же в ней такое опасного? Внутри. А ещё пока она живая, её зубы тоже опасны. Айдзава-сан. Опасно, опасно. Это, я надеюсь, уже не живая. Айдзава-сан, а правда говорят, что не каждый повар имеет право готовить фугу, что нужно специальное разрешение для этого? Да, идём. Да, действительно требуется. Это государственный экзамен по разделыванию фугу. А вы что? Ну, а поскольку у меня разрешения-то нет. А вот эти клубники мы используем потом для приготовления с афестра, с клубниками. Тоже можно умереть? Синдзяно. Нет, это нормально. Так вот, говорю, разрешения-то у меня нет, поэтому очень может быть, что приготовлю я самый настоящий яд, отраву. Ага. Трудно. Очень твёрдая. А так хорошо. Да, сквозь их угла, особенно твёрдая. А трогать можно её? Она так не... Хорошо. Айдзава-сан. Если она такая опасная, зачем же её есть? Вы чьи или сняли? Ну, что, потому что. Можете мне поверить, я в своей жизни разделал тысячи рыб. Никогда ничего более сложного в мои руки не попадало. Она ещё и колючая, ко всему прочему. Кстати говоря, в Японии существует древнее искусство, малоизвестное за её пределами. Изготовление всевозможных красивых вещей из кожи рыбы. Например... Например, есть рукоятки самурайских мечей, отделанной рыбой кожей. Очень красивые. Мы, когда будем приближаться к опасному месту, вы меня предупредите. Тянуть? Тянуть? Как барана разделываешь. Посмотри. Для всего своя очерёдность. Вот именно так, а не сяк. Так, я покромсал уже эту фугу в капусту. Ага. А, это её молоко. Значит, значит, что это самец. Это фугу-самец. Когда же начнётся опасность? Все, все эти внутренности, вот, всё опасные. Правда, что ли? Все вот эти вот внутренности, это всё опасные. И сердце тоже. Сердце? Смотри, сердце бьётся ещё. Сердце бьётся у неё. Сердце бьётся у неё. Глаза тоже опасные. Вот он, яд прочего состава. До конца. Хорошо получилось. Да у нас пословица есть, не поваляешься, не пожрешь. Она немножко грубая, но зато правда в этом есть большая. Яд стекал по его рукам и капал на разделочную доску. Слава Богу, пока все живы. Нужно мыть обязательно тщательно промыть. Все-таки мне придется рисковать, потому что рыба уже перемешалась. И непонятно, где рыба, которую чистил я, и на которой предположительно остался яд. А это единственное блюдо, для которого нужна специальная лицензия в Японии? Или вы что-нибудь еще другое ядовитое едите? Только это. Это такая японская рулетка. Идешь в ресторан и не знаешь, придешь домой или нет, к своей милой женушке. Айдзава-сан. А вот вы сказали, вы 30 лет чистите. Из тех, кто ел вашу рыбу, много умерло народу? Хай. Хай живы. Хай живы. Хай. Все живы. Все живы? Да, все живы остались. А я думал, много умерло. Нет. Я думал, это такая шутка японская. Ага. Самурайская. Ну, соседи, да? Да, соседи, да, вот примерно вот таким образом. Половину отрезаешь. Я-то, честно говоря, надеялся, что она подвергнется термической обработке. Я попробую одну. У японцев даже есть специальный нож для сосими. Видите, он как бы односторонний. Он затачивается только на конус с одной стороны, специально для того, чтобы можно было резать такие тоненькие перышки. Да, но это уже, конечно, не опасно, но требует колоссальной практики для того, чтобы отрезать это вот такими тоненькими перышками. Испорчу только. Не хочу портить дорогой продукт, поэтому пусть Айдзава Санта все порежет, разложит красиво, а я сниму фартук и буду ждать его в ресторане. Айдзава Санта, давайте вы попробуйте ее тоже. Потому что как-то мне все-таки, ну, все-таки стремно одному лучок и завернуть в ядовитую рыбку. Опускаем ее в соевый соус и… Можно? Результат гарантирован? Да. Ну, собственно… Собственно, и время нашей программы подошло к концу. Спасибо всем, кто был с нами в этот час. А вот увидимся ли через неделю. Большой вопрос. Пока жив. У меня, к сожалению, сейчас уже посетители, мне надо уже идти возвращаться. Айдзава Сан, арригото. 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 Так очень горячо. Надо открыть, открыть. Можно уже пить. Нужно открыть и выпить. А там присутствует ядовитый плавник Фугу. Я просто чувствую себя Сократом. Не в том смысле, что я очень умный, а в том смысле, что ощущения, наверное, те же самые были у него, когда он был вынужден выпить отвар Цикуты. Японская водка с ядовитым плавником ядовитой рыбы, смертельно опасной Фугу. Водка с рыбой. Горячая водка с рыбой. Некрепкая. Невкусная горячая водка с ядовитой рыбой. Поторопился я, стало быть, проститься с вами. Ну, придется еще раз. Итак, спасибо всем, кто был с нами в этот час. Все-таки, надеюсь, увидимся ровно через неделю. Где-нибудь еще. Сынами. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...